Девушки отдыхают Давайте помоемся. Отец Небесный, Господи, я благодарю Тебя за видность у Твоего. Я благодарю Тебя за этот день, который Ты сотворил. Я благодарю Тебя за Господину Твою, которая не сократилась, чтобы спасать, и у меня не жалела, чтобы слушать болитвы наши. Отец Небесный, благодарю Тебя, Господь, за этот день, за этот праздник, за это великое событие, которое вспоминает весь христианский мир, когда Ты входил в воды Иордана и принимал нам крещение. Отец Небесный, благодарим Тебя, Господь, за Твои откровения, за Твою силу, за Твою власть, за Твою победу, которую Ты совершил на Голгофном кресте ради нашего спасения. Благодарю Тебя за цепь, которую Ты создал и основал на этой земле, Господь, и частью которой Ты сделал нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за сегодняшний день, за сегодняшний вечер, за сегодняшнюю встречу, чтобы мы могли прийти сюда в дом Твой, для того, чтобы поклониться имени Твоему Святому, помолиться о Тебе и воскреть Тебе славу и хвалу. Отец Небесный, благослови всех нас, присутствующих на этом месте. Наполни Духом Святым, наполни радостью, Господи, благодати Твоей, чтобы мы радовались и благодарили Тебя, Господи, за то, что Ты Бог живой и нас делал живыми, Твоими детьми, Твоим народом, Твоим наследием. Отец Небесный, мы нуждаемся в Тебе, мы любим Тебя, Иисус, мы благословляем Твое Святое Вение. Господи, благослови нас в этом вечере, благослови Слово, которое мы будем слушать сегодня, молитвы, беснопрения, стихотворения, свидетельства, пусть все это будет, Господи, для нашего назидания и для славы Твоей. За все будь прославлен и возвеличен, единый и премудрый, всемогущий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Оче наш, сущий на лица, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, мосущий, подавай нам на каждый день и прости нам долги наших, как и мы прощаем должникам нашим. И не ввели нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Давайте мы перед началом споем псалом номер 27. 27. О наш, Отец на небесах. О наш, Отец на небесах, Прими, моленье мое, Да славна славных чудесам, Святится имя Твое, Да славна славных чудесам, Святится имя Твое, Святится имя Твое, Добрый, Детцарствие Твое, Всеби ящи везде сушь. Добрый, Детцарствие Твое, Пре-мудрости Ты, Боже, Ком, И в счастье мысягна моя, Пусть средь житейских бурев, Да, будет воля век Твоя, Пусть средь житейских бурев, Пусть средь житейских бурев, Да, будет воля век Твоя, Ты всей благой наш Бог и Царь, Ты жизнь дает всем существам, И вся к Тебе взывает тварь, Дай клеп насущные нам, И вся к Тебе взывает тварь, Дай клеп насущные нам, Ты, милосерд и справедлив, Оставь, долни ты наши нам, К огне и злобу позабыть, Прощаем мы своим врагам, Кто без тебя безгрешен был, Твои скученья не вреди, На сне мощных, о Боже, сил, От злого Духа гради, На сне мощных, о Боже, сил, От злого Духа гради, Твои все дивные дела, Твоё и царство властели, Тебе и слава, и хвала, Во веки вечные, аминь. Теперь и слава, и хвала. Во веки вечные, аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава нашему Богу, братья и сестры. Ну, во-первых, я хочу вас всех поздравить с этим праздником, с крещением нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь вас обильно благословит, потому что любой праздник, который связан с жизнью, с воскресением, с крещением нашего Господа Иисуса Христа, это самый важный праздник. Поэтому это дорогой для нас праздник. Потому что однажды, около двух тысяч лет назад, Божий Сын пришел к Иоанну на Иордан креститься. И Иоанн, он не хотел этого делать. Он сказал, что мне надо на тебя креститься. Но Иисус сказал, оставь тебя, ибо нам надлежит так исполнить всякую правду. То есть Иисус всегда старался исполнять Божью правду, всякую правду. Но о нем написано, что он льна курящего не укосил и трости надломленной не преломил. То есть он ничего не сделал того, чтобы было плохо людям. Он делал только добро, он исцелял, он помогал. Но тем не менее, знаем, что он был многими ненавидим, презираем, гоним и так далее. Но это отдельная история. Я не об этом сегодня буду говорить. Я хочу как раз немножко поделиться с вами об этом событии. О том, что происходило в то время. Был в то время Иоанн, он еще родственник Иисуса. Вот, они как, двоюродные? Двоюродные, да. И он был на немножко, они почти были ровесники. И Господь послал Иоанна в пустыню туда. Он был некоторое время в пустыне. Потом пришел на Иоанн, и к нему приходили люди креститься. И он был пророком Божиим. И он видел всех людей, которые приходили к нему. И некоторых он крестил, а некоторым он говорил, «По рождение их видены, сотворение достойный плод покаяния». Потому что приходили люди просто, чтобы покреститься. Знаете, ну все идут и я пойду. Но крещение – это особый случай. Это особая история в жизни каждого человека. И хотя бы мы сегодня не крестимся крещением покаяния. Но мы крестимся в жизнь, в смерть и воскресение. Когда на крещение он входит в воду, мы задаем ему несколько вопросов. Там, брат или сестра, веруешь в Иисуса Христа как личного спасителя? И он говорит, верую. Верую в жизнь вечную. Верую. Обещаешь служить Богу до конца своей жизни? Обещаю. На основании твоей веры крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Через полное погружение. У нас есть гость, брат Сергей, который вчера много говорил. Сегодня еще будет делиться словом по поводу крещения. И он очень много говорил о том, что это не просто погрузиться. Но он говорил о том, что надо пребывать в этом состоянии. Погрузиться и быть, то есть жить в Иисусе. Быть наполненным Господом Иисусом. Друзья мои, вот что такое крещение. Это обещание Богу доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа. То есть наша мертвая греховная природа, она умирает. И человек воскресает уже в новой природе для новой жизни в Иисусе Христе. Это не говорит о том, что он стал ангелом и что он уже больше не согрешит никогда. Такого не бывает, друзья мои. Но он стал, если библейским языком, новым творением в Иисусе Христе. Он умер для греха и воскрес для Господа, друзья мои. Я хочу немножко прочитать из Слова Божьего, Евангелие от Матфея, с 3 главы. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иерутейство. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Представляете, уже тогда Иоанн проповедовал, что приблизилось Царство Небесное. А насколько сегодня оно приблизилось к нам? Потому что мы живем в последнее время. И оно очень близко, это Царство Божие. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, Глаз вопиющего пустыни. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему. То есть Иоанн пришел, чтобы приготовить путь Господу. Это был Глаз вопиющего пустыни. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжего волоса и пояс кожи на чреслах своих. И пищей его были акриды и дикий мед. Вот такой дикий человек был. Но это был Божий человек. Тогда Иерусалим, и вся людей, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанна и многих фарисеев, и садуки, идущих к нему креститься, Сказал их, по рождению Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего днева? Вот рождение Ехидины – это род змеи, если чтобы было понятно. Но он играет в том кодло-годючее. Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих возвиднуть детей Авраам». То есть очень многие фарисеи, они прикрывались именем Авраама, других пророков, очень известных. Мы дети Авраама, мы дети Моисея. Но жизнь у них была абсолютно другой. И вы помните, однажды Иисус их обличал и говорил такие слова. «А если вы были дети Авраама, то бы вы делали дела Авраама, а так вы делаете другие дела». И он сказал как конкретно «Отец ваш, что дьявол». То есть вы служите дьявол. «Уже и секира при корне деревни живет. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, и я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн говорил об Иисусе, что идущий за мною сильнее меня. Я не достоин даже развязать ремень обуви, ремень на его обуви. И он будет крестить вас Духом Святым и огнем. «Лопата в его руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу, женицу свою, а солому сожжет огнем неукосимым». То есть будет вот это разделение между соломой и зерном. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иорданке, и он крестится от него». Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь тебя, и вот так надлежит нам исполнить всякую правду». «Тогда Иоанн допускает его». И он крестится через погружение. И дальше очень интересный момент происходит, когда Бог подтверждает сыновство Иисуса, Божьего Сына Иисуса Христа. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверстия из него небеса, увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него». То есть образ Духа Святого. «Веди голубь, а спустился на него». Первое. «И был глаз небес, и все глаз небес благолюющий, сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». То есть Бог подтвердил полномочия Своего Сына. Здесь подтвердилась Троица. Мы верим Троицу. Верим во имя Отца и Крестника, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И здесь как раз проявились вот три вот эти гипостаси Божества. Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой. То есть Иисус Христос – одна личность. Дух Святой, который спустился на него – вторая личность. «И голос Отца с неба, сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». То есть Бог Отец благоволил тому, что делал Его Сын. Потому что Он послал Его для того, чтобы всякий верующий на земле не погиб, но имел жизнь вечную. И Иисус согласился с этим. Он сказал, что «Я иду исполнить волю Твою, Отче». Ему в минуты, когда предстояло Голгофа, было очень тяжело, было больно, было переживательно. Но Он сказал, «Отче, да минует чаша меня сия». Это, может, были минуты слабости. Он дальше говорит, «Но никак я хочу, как Ты, да будет воля Твоя». Он согласился с волей Божией. Он подчинил свою волю воле Своего Небесного Отца. Он почтил Своего Отца. И Отец почтил Своего Сына. Он сказал, что «Это мой возлюбленный Сын, и на Нем мое благоволение. На Нем моя сила, на Нем моя слава». Друзья мои, мы вспоминаем сегодня это событие и благодарим Бога. Благодарим Бога за то откровение, которое Он дал нам. Что сегодня мы также принимаем крещение через погружение. Через погружение. Потому что крещение – это не обытие плотской нечистоты, но обещание Богу доброй совести. И в переводе с греческого нам, мы уже слышали много, это в аптизу, крещенный в воде. В аптизе, наверное, от этого пошли, да? Вот. То есть погруженный полностью. Пусть Господь благословит нас. И дает нам все новое и новые откровения. Дает нам свою силу и свою славу, чтобы она проявлялась через свою церковь. Чтобы мы многим еще людям засвидетельствовали о Его имени, о Его силе, о Его славе и о Его крещении. Друзья мои, и крещение – это, простите, не святая вода. Я ничего не имею против святой воды. Если кому-то помогает, пользуйтесь. Но святость и в этом надо искать. Я сегодня очень рано утром ехал, и вот здесь по улице как 15-й, 23-й. Знаете, такая очередь до полкилометра за водой стояла. Люди верят. Набирают эту воду. Я не против. Это так же, как мы говорим о Пасхе, что это не крашеные яйца, это не куличи, это Иисус. Пасха наша Христос захвал за нас. И так же крещение – это не святая вода. Это Иисус, который крестился, он был двух тысяч лет назад. Это Тот, Который пришел, чтобы дать нам жизнь, Который является святым и желает, чтобы мы были святы. Как написано – будьте святы, потому что я свят. Господь желает, чтобы Его святость, она вселялась в нас и распространялась на людей, которые рядом с нами, которые живут с нами в семье, которые с нами работают, общаются и так далее. Чтобы мы были носителями этой Божьей святости, Божьей силы, Божьей славы. Господь исполняет Свою волю и Своё дело через Свою церковь, которая на земле. И придет день, когда написано – со всех концов земли Бог возьмет Своих от земли, Свою церковь, Которая ожидает, которая живет в преддверии Второго пришествия Господа Иисуса Христа на эту землю. Мы живем вот в это интересное время, друзья мои. И Писание нас предупреждает, и поэтому нужно быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. И еще есть один стих очень важный – «Дорожите временем, потому что дни лукавые». Благоприятное, с одной стороны, время, но это и лукавое время. Когда враг душ человеческий, он не спит, не дремлет, он столько информации, столько всего своего дает, что народ Божий, он зачастую поддается и не умеет различить одного от другого. Поэтому нужно чувствовать Господа в своем сердце. Нужно получать от Него откровение, чтобы проверять себя на основании Его Святого Слова. Правильно я живу, правильно я поступаю. Пусть Господь благословит всех нас и укрепит нашу веру и надежду и упование на Него, чтобы мы были сильными, крепкими христианами, друзья мои. Потому что от этого зависит наша дальнейшая жизнь, наше служение, наша семья, наше будущее, наша вечность, в конце концов. Пусть Господь благословит нас. Перед нами молитва, я хочу с вами помолиться, двойным устанем и помолимся нашему Господу, чтобы Господь нас обильно благословил и укрепил нашу веру для дальнейшей жизни и служения Ему. Отец Небесный, благодарю Тебя, Господь, за этот день. Благодарю Тебя за силу и власть Твою, за победу Твою, которую Ты совершил на Голгосном кресте. Благодарю Тебя, Господи, что Ты искупил нас от греха и дал нам надежду. Благодарю Тебя, Господь, за цель Твою, которую Ты создан и основал на этой земле, которая сегодня на земле. Это миллионы, Господи, верующих людей, которые знают Тебя и служат Тебе, Господь. Это миллионы тех, которые ожидают Твоего пришествия, которые хранят себя неосоверенными от этого мира. Аллилуйя. Хвала Тебе, честь и поклонение. Благодарю Тебя, Господь, за это время, в котором мы живем. С одной стороны, это благословенное время, но с другой стороны, это непростое, лукавое время. Господи, потому что очень много искушений разных. Очень много греха, который распространяется и умножается. И христианину бывает порой нелегко, чтобы еще стоять, чтобы быть твердым, чтобы быть непоколебимым. И я прошу Тебя, облеги нас силу Твою, Господи. Облеги нас во власть Твою, чтобы мы могли отражать раскаленные стрелы лукавого. Аллилуйя. Чтобы мы могли все преодолевше устоять. Господь, облеги нас силу Твою. Облеги нас мудрость Твою. Облеги нас славу Твою, Господь. Аллилуйя. Господи, чтобы мы были те люди, которые читают Твое имя. Которые читают Слово Твое и получают откровение от Тебя. Господи. Которые понимают, что есть воля Твоя, благая, обгодная и совершенная. Аллилуйя. Благослови каждого стоящего на этом месте. Благослови Господь, чтобы мы понимали истину Твою, Господь. И Твои откровения, которые Ты даешь для Своей Церкви, для Своего народа. Твои Боги, мой Царь. Благослови нас, Господь. Которые, кто сейчас молится. Благослови, Господь, нашу церковь поместную, Господь. Все церкви, которые есть в нашем городе, в нашей области, Господь, и в нашей стране. Благословляем. Благословляем, Господь, и видим Твои. Благословляем нашу страну, Господь, и правителей нашей страны. Благословляем наш город и правителей города нашего, Господь. Во имя Иисуса Христа. Пусть будет Твое устройство и Твое отцовское благословение. Аллилуйя. Чтобы Слово Твое, оно проповедовалось. Чтобы в пути выравнивались Господь Божий. И много людей еще, знаменит Тебя, они пришли и поклонились Твоему святому Иисусу Господу. И нам бывает радостно, Господь Божий, когда мы осознаем, что мы принесли Господу какую-то пользу, может для одного человека, который спасен сегодня, который радуется и благодарит Тебя, Божия, чтобы мы могли послужить Тебе инструментом в руках Твоих, чтобы Ты мог нас использовать для славы Твоей. Господь, на этой земле благодарит Тебя. Благослови над жизнь. Благослови над арестужение. Примут с нами и за все будут прославлены и возвеличены. Отец, али Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте мы собираемся в салон. Иисус, мое вдохновение. Я не помню, какой номер. 12. 12.31. Да, 12.31. Иисус, мое вдохновение, Слава Ты, в лучах откровение, Иисус, лоза виноградная, К ней летят дождьи благодатные. Иисус, лоза виноградная, Иисус, мое воскресенье, Улыбнись глазами небесными, Уведи в долину чудесную. Улыбнись глазами небесными, Уведи в долину чудесную. В небесах лазурь колыбельная, В небесах страна беспредельная. На заре сады виноградные, К нам летят дожди благодатные. На заре сады виноградные, К нам летят дожди благодатные. Дождь прошел по больному попою, Зазвенел над горными тропами. Дождь плывет холмами высокими, Дождь поет ручьями потока. Дождь плывет холмами высокими, Дождь поет ручьями потоками, И шумят дожди пробуждения. Вы, Иисус, все сила спасения, Над землей весенняя радуга. Иисус, над нами Твоя рука, Над землей весенняя радуга. Иисус, над нами Твоя рука. Иисус, над нами Твоя рука, Дождь поет ручьями цветами. Сейчас сестра Таня, Потом у нас есть гость, Он был уже три дня у нас. Это Сергей Шуравлев, Многие его знают. Кто-то читал о нем, Кто-то смотрел, Кто-то лично знаком. И у многих разное мнение о нем, но мы его знаем давно, поэтому мы не ориентируемся на чужие мнения, поэтому он сегодня у нас, слава Господу, он является архиепископом, реформаторской православной церкви, правильно? Слава Богу, он носит, он такой, знаете, современный Мартин Людер, неординарно его принимают, кто-то соглашается, кто-то не соглашается, но он служит Богу, он человек, рожденный свыше, крещен Духом Святым, как и все люди, он иногда делает ошибки, но он кается за них и получает прощение от Господа. Поэтому пусть Господь благословит после свидания, как Сергей Джимаш. Ходите послужить. Слава Богу, братья и сестры. Я вас поздравляю с праздником, хрещение, слава Господу, вас всех благословит сегодня. Я хочу тоже, Господи, Господи, благословляйте, хочу успеху собой. Господи, как слава. Славу оставил небо, нам Иисус пришел. Слава Богу, благословит семей, в Германии. Слава Богу, братья и сестры. Христос нас любя Он за тебя, Создание ми принес, Счастливый и свободный мы через Него теперь. Царство Отца на небо открыть дверь, Загрешит нас страдал Христос, Нас любя Он же там тебя принес, Мы спасены от власть седьмы, Небо нам открыть страданиями Христос, Следуя за Иисуса, небо достигнем мы, Спашу нам там славу мы воздадим, Загрешит нас страдал Христос, Нас любя Он же там тебя принес, Мы спасены от власть седьмы, Небо нам открыть страданиями Христос, Небо всем открыто, Вдруг не вошел ли ты, Загрешит пока не поздно, Скорей войти, Загрешит нас страдал Христос, Нас любя Он же там тебя принес, Мы спасены от власть седьмы, Небо нам открыть страданиями Христос, И спасены от власть седьмы, Небо нам открыть страданиями Христос, Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Слава нашему Спасителю, Господу, Богу всемогущему, И действительно, Страданиями Сыни Христос Нам открыло небо, Это правда евангельская, Правда Божья, Что возлюбив этот мир, Он отдал Сына Своего, Бог всемогущий, Чтобы всякий верующий в Него Не погиб, Но имел жизнь вечную, Ибо так Он возлюбил этот мир, И Свою любовь доказал Однажды и навсегда, Если до того человек мог сомневаться И имел какое-то моральное право Даже сомневаться в Божьей любви, Особенно если он не принадлежал К народу Израиля, То после того уже, После того, Как Иисус сказал, Совершилось, После того, Как завеса разорвалась в храме, И после того, Как Христос воскрес Воскрес свою истину из мертвых, Уже человеческий род Никто из сущих на земле Уже не имеет такого морального права Даже сомневаться в любви Бога, Любит ли Он нас или нет, Он однажды доказал свою любовь Ко всем нам, Отдав самое дорогое, Троушевскую за нас, Жизнь свою за нас, Слава Богу! Друзья, братья и сестры, Всех вас приветствую, Плодоставляю Диму Господню, Поздравляю, Присоединяюсь ко всем поздравлениям С крещением Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И действительно, Событие библейское Вспоминается ныне, Хотя мы не знаем точной даты, Когда это все происходило, Если, допустим, Ну, о Рождестве Христа Можно как-то угадываться, Допустим, То о крещении, Там написано, Что ему было, Как вот, Ну, 30 лет, Будем добыть, Около 30, Больше, Меньше, Но он принял крещение Действительности, Как очень важный акт Своего служения. Друзья, И действительно, Крещение, Это обещание Богу, Или в другом переводе, Как говорится, Испрашивание у Бога Доброй совести, Или этого служения, В доброй совести. И как ни переводи этот текст, Из Писания, Видно, что Имеется в виду Воля человека самого. Воля Бога И воля человека. Имеется в виду решение, Сознательное решение Самого человека. И, Друзья, Еще, Так же, Как было сказано уже О крещении, Я обычно, Когда беседую с людьми, Которые, В наших церквях, Допустим, В реформаторской, Православной церкви, Христа Спасителя, Или же В других церквях, Где бывают гостяки, И порой Такие беседы провожу, Но чаще всего Последние годы В своих церквях Провожу такие беседы, В православии Они называются Огласительные беседы, То есть Подготовительное Отвещение, Огласительные беседы, Оглашение, И научение, То я еще Часто Говорю О том, Что Сравливаю, Знаете, Ну, примеры Такие, Что было удобнее, Как, допустим, Вот сегодня уже было сказано С кафедрой здесь, Да, О том, Что Вот крещение Еще как Богоявление, Да, Обычно еще Богоявление мы называем, То есть Троица Богоявлена, Да, Сын Сходящий В Эрадам, Да, Дух Святого Текула И голос С неба Глуплющий, Что это Сын Его, Подтверждающий Воследительство Всем, Так вот, И Обычно, Когда мы, Допустим, О Троице Говорим, То, Ну, Примеры берем Какие-то Из Природных наших Наблюдений, Выпустим, Да, Что было понятнее, Как, допустим, В древности Святой Патрик Был такой Верландцем Он проповедовал, А те Не могли понять, Он говорит, Слушайте, У вас растут Здесь три листники, Посмотрите, Это вроде Один листок, Но это Три листа, А, Вот теперь понятно, И поэтому, Как бы, Патрик давно уже умер, Уже святой этот, А верландцы После крещения Так и они как бы Оставили как знамение Вот этой троицы, Ну, Чтобы понимание было У любого ирландца Этот самый национальный Как символ Три листник этот Вот, Или, допустим, Говоря еще, Вот, Посмотрите на солнышко, Вот, Само солнце Да, Светит хорошо, Лучи солнечные И тепло, Происходящее От этого солнца, Все это вроде Как солнце Мы называем, Но в действительности Это вот как бы Прообраз Отца, Сына И Святого Духа, Ну, И другие примеры Иногда бывают Такие еще более Такие может быть Даже странные примеры Я, допустим, Говорю, Вот я, допустим, Для своих родителей Я сын Для своего сына Я отец уже Родитель Для своей жены Я муж Хотя я один Но как бы В разных Ипостасиях Что-ли выступают Даже Но есть разные Примеры Так вот И Есть такие И открещения Примеры Которые Как бы Позволяют Лучше, наверное, Уразуметь Вот то, Что происходит Я сравниваю Еще это С крещением Сравниваю Для Крещаемых Подготовив Готовящихся Крещению Сравниваю С воинской присягой Ну, как в армии Допустим Когда Люди Приходят в армию Служат То поначалу Они попадают На карантин Как бы Подготовка такая Знаете ли К этой службе А потом уже Да, и во время карантина Они еще Не солдаты Хотя они форму носят Уже как бы Стороны входят В одной столовой Питали Но они еще Как бы И не солдаты Но потом Они приносят клятву Присягу Значит там Как клятву И после того уже Они уже солдаты Уже все Уже правда Уже Спрос уже И вот Знаете ли И на них уже Как бы И ответственности Больше И спрос И вот так же По этому образу Можно сказать Мы Все солдаты Одной армии Армии Иисуса Христа Только такой Духовной армии Уже Знаете ли Нет Ну В этом мире Есть много разных армий Разных народов Разных стран Ну а есть армия Всех армий И генерализмус Этой армии Великой Сам Иисус Христос Он победитель Он самый главный Генерал всех генералов И мы Принимая Крещение Произносим Как бы Эту клятву Присягу Такую определенную На верность На служение На служение Наше И с того времени Действительно Начинается Новое Сражение В жизни Иисуса Было тоже так Знаете ли Именно После крещения У него Началось Такое Огромное Сражение Помните Не до того А именно Сразу После крещения Вот Продолжим чтение Начатое уже Сегодня Тоже из Матфея Чтет Эту глава Написано Как бы Один текст Продолжающийся Написано Тогда Иисус Возведен Был Духом В пустыню Для искушения От дьявола И постивший Сорок дней И сорок ночей Над последним Залкал И преступил Нему Искуситель И вот Дальше Говорится Об искушениях Его И о победе Иисуса Над этими Искушениями И самая Как бы Кульминационная Его победа Это вот В 10 стихе Записанная Слова Его Иисус Сказал Говорит Ему Отойди от меня Сатана Ибо написано Господу Богу Ему Поклоняйся И Ему Одному Служи Аминь И вот Действительно Господь Одержал Великую Победу Тогда Нам В пустыне И после Крещения Жизни Христианина Она Знаете Не только Розами Знаете Уложена Но и Шипами Также И Есть свои Поражения Да Свои победы На этом пути Иисус Прошел Доблестно Этот путь Наверное Не то что Наверное А вообще Единственный Кто прошел Этот путь Можно так выразиться Путь христианина Да Сам Христос Доблестно И когда Он завершал Своё Уже Житие Будем так Говорить Да Земное Он Единственный Кто Из Всего Человечества Вот Времени Этого Нашего Благодати Двухтысячелетней Мог сказать С чистой совестью Что вот Идёт Враг Да Идёт Смерть Да Но Во мне Не имеет Ничего На самом деле Слава Богу Так что Да И Все мы ошибаемся В жизни Но Знаете Как Говорят За одного битого Двух небитых дают Вот И христианин Он Не тот Кто Не падает Тот Кто Встаёт Будем так Говорить Слава Богу Потому что Если выгоды С меня Валяться Снова В грязь Допустим Вот Я Встречал Такое Даже в физическом мире Да Я не сельский Житель Но Жил В селении Сорковьев Как настоятель Сельских храмов В Рязанской области В Брянской области И там Допустим На выставке Этих свиней Больших таких поросят Вымывали Вычищали Вот Там Кого-то из них Ну какую-то Хрижу там Награждали Даже Медаль вешали На неё Но потом Привозили обратно На место Снимали все медали Конечно Значит С неё И она Сразу Блюх И в грязь Ну Хотя Всё её в шампунь На выставке была Грязь Нет Он даже Если упал в грязь Он Это не моё Моё Небеса Моя Это чистота Моя восточность Это сам Иисус Христос Слава Богу И Братья и сёстры Крещение Да И Само служение моё Конечно Да Вот как уже было сказано Тоже Вызывает порой Такое недоумение Я вас понимаю Прекрасно Братья Не судите строго Я сам потом Нет умений Честно говоря От своего служения Дело в том Что у меня у самого Куча вопросов Наверное Больше вашего Я не верю Господа Богу Вопрос Почему я До сих пор в рясе Почему я Не снимаю рясу Ну я Как по мне По-человечески По-христиански Мне проще Эту рясу снять Что я и делал Когда-то В 96 И полгода Не носил я её И думал Я больше не одену Знаете Зарекался Думаю Всё Слава Богу Думаю Думаю Всё Как бы Было время Вляпался я В эту грязюку Религиозную В эту лужу Волючую Но слава Богу Вышел Из этого болота Бог меня вытащил И я Радовался Не нарадовался Думаю Слава Богу Что всё Снял эту рясу И больше ничего общего С этой религией Не буду иметь православной И даже когда Бывало В тех полгода Там В 96 Если видел Как будто там Батюша Там знакомых Незнакомых Священников Анафов на улице В рясах О, у меня Чуть не аллергия была Знаете Я готов был На другую сторону Дороги перейти Чтобы не встречаться Для меня Это была ассоциация С лицемерием И ничего общего С христианством Не имеющее Вот И конечно Чисто по-человечески Я тогда Мы с женой Хотели Применуть Какой-то Из протестантских Церквей Евангельских Ну как бы А что велосипед Изобретать Уже существуют Такие церкви Которые Как бы Без многобожия Всякого То есть Вот как ваши Вы же молитесь Только лишь Богу Ну даже Если кто-то из нас Может быть Среди нас есть Такие товарищи Которые еще Не совсем товарищи И может быть Есть такие Кто еще В частном порядке Дома Молится Матушке Богородице Или Святому Какому Или Матронушке Или Иванушке Или кому-то еще Но это уже На вашей грех На вашей совести И кровь ваша на вас Но В целом В собрании Люди молятся Только лишь Богу И большинство Которые нормальные Христиан И в собрании И в других подобных Собраниях Молятся Только лишь Господу Богу Как бы И я так молюсь С самого 96-го Уже 22 года Я молюсь Только лишь Господу Богу И с утра Сегодня встал я Я не ломал голову На вопрос Какому святому В какой нуждене Молиться Я как бы Даже Не все эти 20 лет больше Я не молюсь Кому-то еще На стороне Зачем Господь Бог Всемогущий Я поэтому Как бы и думал Надо отрекнуть Какой-то такой уже Церкви Где как бы Библейское Евангельское Учение Где нет Всякого Иконопочитания Крестопочитания Сейчас видите на мне Крест и икона Но Не для почитания Я не почитаю Всего этого Это знаки Моего служения Не больше Я знаю Тот кто во мне Больше того Кто в мире Никто на мне И А тогда Да Мы хотели Примуть Какой-то уже Существующей Церкви Вот Но Знаете ли Бог Свидетит Именно Он И Не дал нам Этого сделать Супругой Шага Друзья у меня были И баптисты И пилисятники И адвентисты Разные У меня много друзей было Из протестантов Возникло Друзей Еще Когда я был Традиционным священником Я еще Ну До юре Я еще не вышел Из традиционного православия Да Значит Я еще Как бы Оставался Последние там Недели Месяца Какие может И я Убили Дружился С разными Верующими Кстати Но все-таки Первые С кем я познакомился Были писятники Кстати Да Были писятники И Потому что Первый Вот протестант Кого я В житии Вообще В жизни Так вживую Увидел Ну Как бы Познакомился С кем Это был Как раз Вот Брат Один Тогда Диакон Суражской церкви Там В Брянской области Григорий Тильных Сейчас он Презвитером Там В городе Сураж Вот Как бы И я с ним Познакомился Вот И Мы пообщались Но я же не знал Что он протестант Тем более Пятидесятник Знаете Как бы Если бы Я знал То я бы с ним Конечно не здоровался И не общался бы Потому что В то время В 95 Начало 96 Я еще полагал Что Только лишь Одна На земле Нормальная церковь Адекватная Ну Единственная Правильная церковь Это Православная церковь Вот И Как бы Я Все остальное В христианстве Я не мог назвать Церковью В то время Вот Поэтому Как бы Я Совершенно Не горел Желанием Как-то С тем Познакомиться Вне православной Моей конфессии С другими Какими-то Местущими Я полагал Только лишь У нас Благодать У нас Только лишь Спасение Как бы И прочее Вот Ну а так Получилось Знаете Вот Познакомился Познакомился Григорию Дал Бог Мудрости Не сразу Все Как говорится Как-то Открывать Он Так вот Понемногу Рассказывал Расспрашивал Больше Даже Расспрашивал Вот Я ему Рассказывал О вере О Христе Как я понимал Все Рассказывал Как Учит Православная церковь А потом Так получилось Этот брак Он нечаянно Сам себя Выдал Что он Протестал А знаете А знаете Как Выдал Он Что-то там Процессировал Из писания Довольно пространный Такой текст Он не говорил Что-то написано В писании Библия Но Как бы Цитата Сама за себя Уже говорила Как бы Я раньше Писание читал И знал Что это из Библии Ну и Конечно Я заподозрил Что Наши люди Библию Не читают Что-то здесь Не то думаю Вот У меня же Ёпнуло Что-то Я его Вопрос задал Знаете Как Ну Ленин На буржуазии Прямо Конкретно Я говорю Григорий Вы Христианин? Он говорит Да Я Конкретизировал Православный? Он говорит Нет Короче Сдался Нет Я говорю Писядники Христиан Героевангельские Писядники Ну я Конечно Расстроился Но Вину не подал Ну так Полагаю Я Расстроился Почему? Потому что В моем понимании Ну Вот Как бы Что еще Про сектор Ветериня Я помню Что Баптисты Это как бы Тихие Сумасшедшие Бисядники Которые Буйные Знаете Вот И поэтому Как бы Ну Враги И прочее Я его Конечно Обличил Как мог Что знал Не знал Все Говорил Больше Буквестей Конечно Сейчас Понимаю Но За что Упил Зато Продал Чем Он был научен Но я Ему И сказал Все Но Слава Богу Григорий Бог дал Терпение Такое Действительно Христианское Хорошее Терпение Он Все Выслушивал И Вроде Как Головой Мотал Вроде Как Соглашался Даже Ну Может Не все Было Глубостью Что я Говорил Ему Но Одним Словом Я ему Дал книжку Почитать Одну Зеленая Жизнь Пресвятой Богородицы Думаю Пусть Почитает Вразумится Думаю Наверное Он недавно В этой секции И Возил Такой Умный Адекватный Человек Я же Не знал Что он Родился Там Вообще И Что он Служитель Протестантский Уже Не в одном Поколении Кто Брянский Те Знают Земля Там Много Там Было И Деды И Прадеды Были И И И И Прочие Баптисты И Вот Но Он Взял Про Богородицу Почитать Обещался Прочитать Как бы Через недельку Вернуть Обещался Думаю Хорошо Мелчает Недалеко Думаю От него Спасение Думаю Если Примет Богородицу Думаю Уже Наш Наполовину А Дальше Уже Вопрос Техники И Знаете И Пока Я В Такой Эйфории Все Это Мысли Он Вдруг Из Своих Штанин Сектантских Достает Свою Подобную Метеортуру И Мне Ее Предлагает Я Даже Запечататься На Не Знаете Он Потом Расстерялся Расстерялся Реально Потому Что Он Взял Мой книгу И Так По-доброму Все Так Хорошо Ничто Не Предвещало Что Он Что Мне Придолжил Взамен Вот И Он Мне Семь Продолжил Я Взял Конечно Тоже Пообещал Прочесть Обнакомился С содержанием Этой Дниги Ну Думаю Через День Мы Вернем Друг Друг Обменяем Состава Литературы Вот Я Конечно Не Знаю Как Григорий Я Читать Конечно Не Буду Вообще Оно Мне Надо Знать И Даже Когда Жена Сказала Мне Я Своей Супруге Рассказал Вот Представляешь Что Сегодня Я Видел В район Центре Живого Настоящего Пятидесятника Пообщались Обменялись Литературой Вот Но Она Мне Говорит Ну Ничего